Екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, отбывающий тюремный срок за убийство своей жены, фотомодели Юлии Прокопьевой, уже завтра может выйти на свободу. Его адвокату Сергею Лашину удалось отстоять в апелляции решение Чкалского районного суда Екатеринбурга об условно-досрочном освобождении своего клиента. Прокуратура не смогла убедить судей областного суда в незаконности ранее вынесенного решения. Напомним, один из самых известных, возможно, самый высокооплачиваемый фотограф Екатеринбурга Дмитрий Лошагин был признан виновным в умышленном убийстве своей супруги. В прошлом фотомодель, а в последние годы ассистентка фотографа Юлия Прокопьева пропала ровно 9 лет назад, 22 августа 2013 года, после вечеринки, устроенной в том числе в честь дня ее рождения ее мужем Дмитрием Лошагиным в фотомастерской на улице Белинского в так называемом Лошагин-Лофте. Спустя какое-то время тревогу в связи с отсутствием Юли забили ее родственники из Нижнего Тагила. А когда Дмитрия Лошагина пригласили на опознание тело неизвестной женщины, найденной полицейскими в лесу на Старом Московском тракте, то фотограф получил статус подозреваемого, а вскоре и обвиняемого в ее убийстве. Мотив этого преступления следователями так и не был найден, но журналисты пришли ко мнению, что предположительно это была ревность. Юлия демонстративно встречалась с другим мужчиной и даже опоздала на устроенный ее мужем ее же день рождения, задержавшись на час на свидании. Фотограф своей вины не признал, но все же был осужден к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима. Непризнание им своей вины не позволило Дмитрию и выйти на свободу досрочно, хотя законный срок для УДО наступил уже достаточно давно. Всякий раз, даже если его адвокату удавалось добиться в суде первой инстанции сокращения срока наказания, прокуратура ходатайствовала об отмене этого решения. Так произошло и в июне этого года. Чкаловский суд разрешил Лошагину покинуть колонию на один год, шесть месяцев и шестнадцать дней раньше положенного срока. Но прокуратура обжаловала этот вердикт в вышестоящем суде. И вот сегодня эта жалоба была рассмотрена и в ходатайстве прокуратуре было отказано. По словам Сергея Лашина, адвоката Лошагина, сегодня его клиент на свободу выйти вряд ли успеет. А вот завтра соответствующие документы уже должны поступить в ИК номер 10 у администрации, которой не будет никаких законных оснований удерживать заключенного за колючкой. Правда, у прокурорских есть еще один шанс оспорить решение Свердловского областного суда в Кассационном суде Санкт-Петербурга. Но это вопрос не дня и даже не месяца. А до этого времени условно-досрочно освобожденный фотограф будет находиться на свободе. Хотя и с рядом ограничений по месту жительства, месту работы и времени нахождения вне дома.